Хаса-Юртовский мир по сути дал малый старт к независимости Чечни, но не все чеченцы хотели этого. Для этого ведь нужно было строить экономику и работать, но проще нападать на соседние регионы. Почему Кремль терпит Кадырова и кадыровцев? А почему им их не терпеть? В чем проблема? Разве кадыров и кадыровцы не являются, на мой взгляд, таким наилучшей инвестицией российской власти? Это пример вопроса, в корень которого вшита ложь. Если ты начнешь отвечать на этот вопрос, не заметив этой лжи, то ты утвердишь эту ложь. Ахмад Хаджи Кадыров был предателем, по-твоему? Ну, конечно. Не по-моему, он в принципе предатель. По любым понятиям, как бы это классический пример предательства взять, перейти на сторону врага и потом вместе с врагом сражаться против своих вчерашних товарищей. Причем против тех, кого ты как раз вчера призывал на джихад против России, на защищенную войну, против них сражаться. Мне кажется, Тумсута не прав насчет Ахмата Кадырова. Он не был предателем. Его путь был истинным и единственным правильным путем для чеченского народа. Мухаммад Хамидов, ты можешь не согласиться со мной в плане правильности выбора, который он сделал. То есть, правильно ли он стал предателем, правильно ли то, что он пошел на поклон к России и так далее. С этим ты можешь быть не согласен, иметь свою точку зрения. Но не соглашаться с тем, что он предатель, ты не можешь. Это же какие-то азы, наверное. Как иначе можно охарактеризовать человека, который вот сидел вот в этом окопе, допустим, потом перешел, сел в окоп врагов и стал оттуда стрелять в своих вчерашних товарищей. Ну, как бы с очевидными вещами, с логикой, со здравым смыслом спорить же нельзя. Ты можешь сказать, что это предательство, вот я считаю, ты можешь сказать, что предательство он совершил как бы правильно. Я вот тоже на его месте сделал бы так, ты можешь так сказать. Но отрицать, что это было предательство, это противоречит здравому смыслу. Хасаюртовский мир, по сути, дал малый старт к независимости Чечни, но не все чеченцы хотели этого. Для этого ведь нужно было строить экономику и работать, но проще нападать на соседние регионы. Это не связанные друг с другом вообще вещи. Экономика, социальная сфера и так далее. Причем здесь суверенитет и экономика, и социальная сфера. Не все чеченцы этого хотели, но, разумеется, наверное, найдутся, в любом народе найдутся какие-то товарищи, которые будут иметь противоположные взгляды. Всегда так было, будет. Однако, реки крови, которые пролил наш народ, это самое лучшее, наверное, самое показательное проявление стремления к свободе. Никаких там референдумов, ничего. То есть, ничто другое так не покажет стремление народа к независимости. Большинство чеченцев, безусловно, было и есть за то, чтобы мы были свободными и независимыми от России и от кого бы то ни было еще. А вопрос экономики, социальной сферы, это уже дальнейшие вопросы. То есть, это нельзя ставить во главе угла. Сначала ставится вопрос освобождения, а потом уже экономика, социальная сфера и прочие вещи. А не так, что давай сначала экономику, социальную сферу, а потом уже думай о свободе. Нет, друзья, нам как раз таки сначала нужна свобода, а потом уже будем мы экономически развиты или мы не будем. Будет у нас хорошая социальная сфера или наоборот будет плохая. Неважно, мы, будь она хорошая или плохой, мы хотим, чтобы она была в свободной стране, в свободном обществе. Если она будет плохой, то пусть она будет плохой, но чтобы она в первую очередь была в свободном обществе. Понимаете, стремление к свободе, оно первично. Тумсо, а если Ахмад Хаджи, не перейдя на сторону врага до начала Второй войны, начал бы сражаться со своими товарищами, он был бы предателем или нехорошим человеком в твоих глазах? Отдай раскрытый ответ. Если бы он сражался не в рядах российской армии, а, допустим, был бы, скажем, на чьей-то стороне во внутреннем конфликте чеченском, то нет, конечно, предателем он бы не был. И примером тому являются многие представители, допустим, тех же джамаатов, которые выступили тогда в 98-м году против Аслана Масхадова. Или же тот же, например, Шамиль Басаев, который тоже не подчинялся Аслану Масхадову, был бы по позиции к нему. Но никто из них не является предателем, потому что, когда пришел враг на нашу территорию, они все объединились и направили свое оружие против врага, они не перешли на его сторону. Я могу, вот во внутреннем конфликте, я могу быть на чьей-то стороне, могу быть несогласен там с кем-то, могу его критиковать, ненавидеть его могу. Но это как бы наш внутренний конфликт, он не подразумевает предательство. Но когда приходит враг со стороны, эти все противоборствующие стороны, даже ненавидя друг друга, должны в первую очередь направить свое оружие против врага. Примером тому является, допустим, история о противостоянии Али ибн Абу Талиба и Муавия ибн Абу Суфьяна. Будет довольными обоями Аллах. Первая фитна в истории ислама, как вы знаете. Когда эта фитна была в разгаре, правитель Византии, по-моему, если не ошибаюсь, послал письмо Муавии, предлагая ему помощь в борьбе против Али. На что Муавия ему ответил, я сейчас не помню дословно, но смысл был примерно такой. О, враг Аллаха, если ты еще что-то подобное мне напишешь, то я объединюсь со своим братом Али, и мы придем к тебе с таким количеством войска, которое ты не сможешь одолеть. Примерно вот в такой форме был ответ. Кому интересно, можете дословно загуглить. Это очень мощный ответ. То есть вот такая должна быть позиция достойных людей. Наши внутренние разборки, это наши внутренние проблемы. Но переходить из-за своих внутренних каких-то проблем, или ты не можешь, может быть, выстоять там во внутренней борьбе, и переходить на сторону врага, и потом вместе с врагом сражаться против своих же, это является предательством. Тумсо, если бы Ахмад Кадыров не принял перемирие с федеральными войсками, как, по-твоему, могла пойти история Чечни? Это пример вопроса, в корень которого вшита ложь. И если ты начнешь вот так отвечать на этот вопрос, не заметив этой лжи, то ты утвердишь эту ложь. То есть ты с ней как бы согласишься. Какое перемирие принял Кадыров? О чем ты говоришь? Что за перемирие? Кадыров что, был противоборствующей стороной, с которой договаривались, с которой подписывали перемирие? Если да, то покажи нам это перемирие. Где и при каких обстоятельствах оно было подписано? Кто его подписывал со стороны России? Где происходило это действо? Вот есть, допустим, перемирие, Хасавюртовские соглашения о перемирии. Я тебе могу рассказать, где они проходили, кто их подписывал, сколько там их обсуждали, когда это было. Вот это перемирие. И это две противоборствующие стороны. С одной стороны, российский генерал Лебедь, точнее, на тот момент он уже занимал должность секретаря Совета Безопасности. С другой стороны, начальник генштаба вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия, Аслан Масхадов и наша делегация. Вот так вот подписывается перемирие. А что за перемирие было подписано, интересно, Кадыровым? Он что, был каким-то, я не знаю, лидером нашего сопротивления? Может быть, он был бригадным генералом, полевым командиром? Кем он был? Кто за ним стоял? Те, кто за ним стояли, они сопротивлялись России? Они с ней сражались? Или они изначально были российской стороной? Зачем пытаться вот таким образом подменить понятие? Почему Кремль терпит Кадырова и кадыровцев? А почему им их не терпеть? В чем проблема? Разве Кадыров и кадыровцы не являются, на мой взгляд, таким наилучшей инвестицией в российскую власть? Почему бы их не терпеть? Вот эти некоторые проявления, то, что они там, допустим, иногда могут в российских регионах не на того там, допустим, наехать, ну, бывает, да, но опять-таки их очень быстро ставят на место, то есть, если они наезжают на кого-то, на кого они не имеют права, но очень быстро возвращают. Я не вижу проблем, мне кажется, они полностью устраивают Кремль. Я бы, честно, отделил Чечню, но что Чечня будет дальше делать? Кадыровцы захватят власть, как это было сделано в постсоветских странах, после СССР, и будет все то же самое. Почему вас вот этот вопрос волнует? Что в Чечне будет дальше? Что бы там ни было, это уже наши проблемы. Просто отстранитесь от этого. Какая разница? Почему вы пытаетесь беспокоиться о нас? Почему вас эти вопросы волнуют? Вот нас не интересует, допустим, что будет в России. Или, ну как не интересует, мы, может, чисто по-человечески там переживаем, но чтобы заботиться об этом, нет, надо, мы несем там какую-то ответственность за это. Да перестаньте. Просто не думайте об этом. Живите своей жизнью. Мы будем своей. Субтитры создавал DimaTorzok